Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у меня большой фронт работы. Я собираюсь пикировать мои цветочки, с которыми я еще не произвела эту процедуру. Как вы можете заметить, это у меня ампельный львиный зев. Вот так вот он выглядит в взрослом состоянии. Первый раз я выращиваю ампельный львиный зев. Вообще раньше не знала о его существовании. Вот видите, он уже начал у меня куститься, растут новые побеги из пазух. Ну и я думаю, что как только я его распикирую, он конечно у меня сразу же быстрее пойдет в рост. Дальше это у меня алисум, тоже ампельный. Вот так вот он будет выглядеть. Вообще, конечно, очень красивое растение. Я надеюсь этими растениями частично заменить петунию и посадить их в подвесные кашпо. Так, далее это у меня декоративная капуста. Вот так вот выглядит пакетик. Ну, капусту я пока не буду пикировать. Пока просто корешки присыплю землей, чтобы они у меня тут не страдали. Так, это питунька-кружевница. Это у меня заказ постоянной клиентки. Вот мне ее нужно распикировать, чтобы она у меня побыстрее тоже подросла. И уже после майских праздников передать ей, чтобы она смогла ее высадить. Вот, ну и также здесь у меня сальвия находится. Вот, это у меня сальвия низкорослая, видите, такие маленькие, да, растюшечки. И сальвия высокорослая. Сразу видно, несмотря на то, что они обе в маленьком объеме грунта, сразу видно, что это высокорослый цветочек, да, это низкорослый. У меня, конечно, есть еще растение, которое нужно пикировать, но для одного вида это будет слишком объемно, слишком много. Вот, поэтому сегодня начну с этих. Я подготовила вот такой рыхлый покупной грунт и подготовила разного размера стаканчики. Сейчас буду смотреть в зависимости от корневой системы, в какие распикировать. Первым делом возьму капусту декоративную. У меня вот такой рыхлый грунт. Просто слегка присыпаю корешки для того, чтобы капуста окрепла и начала уже по-нормальному развиваться. Чуть позже я ее тоже распикирую. Вот получилось у меня шесть больших растений, но один вот такой маленький, какой-то недоразвитый. Не знаю, попробую, конечно, его посадить, но, скорее всего, ничего из него не получится хорошего. Кто выращивал ампельный львиный зев, делитесь своим опытом. Нужно ли его прищипывать? Вот я, если честно, пока даже не знаю вообще, как с ним обращаться. Наверное, все-таки его нужно прищипнуть, чтобы он лучше кустился. Вот пишите в комментариях, у кого есть такой опыт. Далее у меня на очереди ампельный алисум. Напоминаю, что выглядеть он должен у меня вот так. Вот поделила. У меня получилось 7 таких нормальных кустиков, но и один опять какой-то такой ущербный. И некоторые кустики уже такие, видите, довольно-таки внушительные. Вот это один кустик. И, видите, он уже очень хорошо так пушится и ветвится. И даже вот тут что-то типа цвета он набирает. Но, конечно, пока что цвести ему не буду давать. Вот. В общем, пикирую в такие же стаканчики 200 мл. Вот. И, надеюсь, тоже развиваться он начнет гораздо быстрее. Хотя, конечно, если бы у меня было сейчас достаточно грунта, возможно, парочку алисумов я бы уже посадила в кашпо для балкона. Вот. Но сейчас у меня грунта не очень много, поэтому пока пикирую в стаканы. Так. Ну что, вот, друзья, что у меня получилось. Алисум распикировала. Вот такие пышные хорошие кустики у меня получились. Очень он мне уже нравится. Вот. И, надеюсь, он будет только хорошеть и хорошеть с каждым днем. Первый раз я ампельный алисум выращиваю. Если кто-то выращивал, обязательно пишите, как он вам. Так. Дальше ампельный львиный зев. Вот так он сейчас выглядит. Я думаю, что он у меня немножечко приживется здесь на новом месте. И я попробую его прищепнуть все-таки. Так. Далее у меня сальвия низкорослая. Вот три штучки у меня всего. Четыре, по-моему, семечки взошло. Вот три выжила у кустика. Так. Ну и вот эта сальвия высокорослая. Не оказалось у меня больше 200 мл стаканчиков. Пришлось посадить в 400 мл стаканчиков. Но, видите, не полный стакан грунта. Насыпала для сальвии. Это будет достаточно. Тем более, примерно через 2-3 недели уже все эти цветочки, я надеюсь, высадить в грунт. И там уже им будет свободно и хорошо. Ну, петунию, которую я вам начали показывала, я тоже распекировала. Видео на канале у меня уже есть об уходе за петунией, посеве, пикировке, о том, как формировать кустик. Обязательно заходите, смотрите. Поэтому петунию подробно не показываю. Вот. Ну, сегодня на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Не пропускайте новые видео. Также заходите обязательно в мой телеграм-канал. Там у нас общение в режиме онлайн. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их там задать. И обязательно получить ответы. На ютубе я не всегда отвечаю, потому что это занимает очень много времени. Но в телеграм-канале, даже если не я отвечу, то кто-то из подписчиков обязательно откликнется и ответит на ваш вопрос. Все. На сегодня с вами прощаюсь. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok